Начинай. Большое тебе спасибо за то, что пригласил меня. И большое тебе спасибо за то, что ты пригласил нас сюда, в одну из моих любимых стран в мире. Я начну в обратном порядке. Почему именно сейчас? Ну что же, я уже три года пытаюсь дать это интервью. Правительство США помешало мне это сделать, шпионе за моими текстовыми сообщениями и сливая их в Нью-Йорк Таймс. И это напугало российское правительство, заставив его отменить интервью. Так что я пытался это сделать, но разведывательные службы моей страны работали против меня незаконно, и это привело меня в ярость, потому что я американский гражданин. Мне 54 года, я плачу налоги и подчиняюсь закону. И в Америке, в которой я вырос, никто не ожидал, что мое правительство и его разведывательные службы, Анк и ЦРУ, которые всегда были внешне сосредоточены на наших внешних врагах, обратятся внутрь против американских граждан. И я потрясен этим, и это приводит меня в бешенство. И вот как только я обнаружил, что это происходит, и подтвердил, что это происходит, и они признали, что это сделали они, тогда я был полностью настроен. Маниакально предан этому интервью, а не просто потому, что я хочу знать, что именно произошло. Каков Владимир Путин и что он думает о войне, которая перестраивает мир и действительно наносит серьезный ущерб экономике моей страны. Но также и потому, что они сказали мне, что я не могу этого сделать незаконными средствами и без какого-либо действительно четко сформулированного обоснования. А я-то думал, что это невыносимо. Я так не думаю. Я хочу жить в свободной стране. Я в ней родился. И я собираюсь делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать «ну ты понимаешь, это общество». Хорошо, сэр. Я люблю его. Известно, что ты сторонник республиканской партии, правого крыла республиканской партии. Это именно то, что они утверждают. Они сказали, что во-первых, ты был демократом, а во-вторых, стал республиканцем. Хорошо. Или же ты известен как сторонник Трампа и противник Байдена. Что в этом правдивого? И ты пошел к Путину, потому что ты сторонник Трампа и противник Байдена? Я имею в виду, что мои взгляды не очень интересны. Я бы хотел, но не уверен, как бы я их охарактеризовал. Они меняются так же быстро, как меняется сам мир. И я, исходя из принципа, считаю, что, знаешь ли, твои взгляды должны меняться, когда меняются факты и предположения, которые у тебя были в прошлом, оказываются неверными. Это случалось со мной практически каждый месяц моей жизни. Если ты будешь достаточно внимателен, то сможешь оценить свои собственные результаты. Точно так же, как если бы ты делал ставки на спорт. Знаешь, я проиграл в этом матче. И когда ты это сделаешь, когда окажется, что то, что ты считал правдой, было ложью, тебе следует признать это. Так каковы же мои взгляды? Я не уверен. Говорить правду, вот мое главное мнение. И я планирую делать это в меру своих возможностей. Так что Трамп не сыграл в этом никакой роли. Совершенно очевидно, что в ноябре в моей стране состоятся выборы. Я понятия не имею, что произойдет дальше. Я думаю, что нынешняя администрация совершенно очевидно некомпетентна, а президент впал в маразм. Это не нападение. Все это знают. Я бы сказал, что на этой неделе это было подтверждено в отчете, с которым вы все знакомы. Но и это очень печально. Это не имело никакого отношения к интервью. Я хотел взять интервью у Путина, потому что он является лидером страны, с которой правительство США находится в состоянии войны, хотя и не объявлено и открыто. Сэр, вы хорошо знаете своего президента, президента Байдена. Да, я знаю. Вы работали в нескольких медиа-организациях, таких как ББС, CNBC, МСНПК, Фокс Ньюз, CNN. И вы хорошо освещали эту сферу и знаете американских политиков. А теперь вы следите за Путиным и дали очень длинное интервью этому джентльмену. И, конечно же, возьмете интервью у него. Для них ты сделал свою домашнюю работу и провел свое исследование. Я сравниваю культуру и компетентность Владимира Путина и Байдена. Каким ты видишь этих двух людей, которые сейчас правят миром? Я имею в виду, что если бы это был бокс, то бой был бы назначен врачом. Так вот, я говорю это как американец, и я им являюсь. У меня нет другого паспорта. Я не планирую когда-либо покидать свою страну. Моя семья живет там сотни лет, и мне это нравится. Я американский патриот. И я скорблю, когда вижу, что президент не представляет угрозы для общества, и что в моей стране считается очень грубым так говорить. И ты вроде как задаешься вопросом, как же ты дошел до того, что у тебя некомпетентный президент, который управляет не только уровнем жизни, но и всем остальным. Но ожидаемая продолжительность жизни снижается, и никто не чувствует себя в праве говорить об этом. Это не политическое замечание. Это констатация факта, который можно доказать эмпирически. И самое радикальное, что я бы сказал для себя за те восемь дней, что я провел в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет. Это самая большая суша в мире. И она невероятно разнообразна в языковом, культурном и религиозном отношении. Трудно управлять такой страной в течение 24 лет, нравится тебе это или нет. Так что неспособный человек не смог бы этого сделать. Он очень способный, и многие из вас знают его, и вы это знаете. Что меня радикализировало, очень шокировало и очень тревожило, так это Москва, где я никогда не был. Самый большой город в Европе, с населением 13 миллионов человек. И это намного лучше, чем любой другой город в моей стране. Я и понятия не имел. Мой отец провел там много времени в 80-х годах, когда работал на правительство США, и там почти не было электричества. А сейчас здесь намного чище, безопаснее и красивее с эстетической точки зрения. Архитектура, еда и сервис здесь лучше, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. И это не идеологизировано. Как это случилось? Как это произошло? И в какой-то момент я думаю, что среднестатистический человек не так сильно заботится об абстракциях, как о конкретной реальности своей жизни. И если вы, например, не можете пользоваться метро, как многие люди боятся в Нью-Йорке, потому что это слишком опасно. У вас есть, чтобы как бы задаться вопросом, не является ли это высшим показателем лидерства? И это правда. Кстати, поездка в Москву для американца это проявление радикализма. Я не знал об этом, но узнал на этой неделе. Отправляйся в Сингапур, Токио, Дубай и Абу-Даби. Потому что эти города, независимо от того, как нам говорят, что они управляются и на каких принципах, являются прекрасными местами для жизни, где нет безудержной инфляции. Где тебя никто не изнасилует. Сэр, извините меня. Что это такое? Извините меня. Вы придерживаетесь антиамериканской модели поведения? Нет, я самый проамериканский из всех. Итак, мне 54 года. Я родился в 1969 году. Я вырос в стране, где были такие города, как Москва, Абу-Даби, Дубай, Сингапур и Токио. А у нас их больше нет. И я обнаружил, что это добровольный выбор. Поскольку инфляция, это, как вы слышали, результат решений, принимаемых главным образом центральным банком и не только иннективными органами. С преступностью то же самое. На самом деле преступность не обязательно. Если ты не ставишь точку. Мои дети не курят марихуану за завтраком. Почему? Потому что я им этого не разрешаю. Это очень просто. Разговор будет коротким. Нет. И ты можешь управлять своей страной точно так же. Мы не собираемся с этим мириться, так что не делай этого. И люди это понимают. Грязь, граффити, Париж, один из моих любимых городов, и Нью-Йорк, один из моих любимых городов, это грязь. И одна из причин, по которой они такие грязные, заключается в том, что люди распыляют непристойную краску на зданиях, и никто ее не убирает. Так что это побуждает больше людей делать то же самое. А наши политики по какой-то причине этого не замечают. Лондон еще один из моих любимых городов, где можно увидеть английских девушек, выпрашивающих наркотики на тротуарах. И я подумал про себя. Если бы я был Борисом Джонсоном, который недолго и очень плохо управлял этой страной, я бы спросил себя. Подожди секунду. Мои соотечественники выпрашивают наркотики. На улице. Может быть мне стоит что-нибудь с этим сделать? Но сейчас он появится и произнесет речь об Украине и о том, что нам нужно отправить больше кассетных бомб храброй Украине. Что ты делаешь? Ты упомянул Украину. Беседуя с этим джентльменом, президентом Путиным, в ходе этого продолжительного интервью, я задаю себе вопрос, пили ли вы с ним кофе? У тебя было какое-нибудь обсуждение записи перед интервью? А после? Чувствовал ли ты во время интервью или да или после, что этот человек может пойти на исторический компромисс или готов пойти на него? Во-первых, о статусе мира в отношениях с США и во-вторых, об Украине? Он склонен к компромиссам, да или нет? Конечно. Верно? Я имею в виду, что лидеры всех стран на планете, за исключением может быть Соединенных Штатов, в однополярный период, в силу характера своей работы, вынуждены идти на компромисс. Компромисс — это часть их работы. Вот что такое дипломатия. И он один из них. Его позиция явно ужесточается. Запад отверг Россию. Я имею в виду Владимира Путина, это не так. Я не выступаю за Путина. Я американец. Я не собираюсь жить в России. Я не люблю Владимира Путина. Я просто констатирую факты. Он предложил Биллу Клинтону вступить в НАТО. Он пытался заключить с ним сделку по ракетам. Он упомянул об этом в интервью? Он это сделал. Все верно. Его упоминают и на других форумах. А НАТО заявило «нет, ты нам не нужен». А теперь перейдем к сути НАТО. Только не если. Изначально, конечно, послевоенная цель НАТО заключалась в том, чтобы не допустить проникновения русских советов в Западную Европу. Это был оплот против русских. Так что если русские попросят тебя вступить в Альянс, это будет означать, что ты решил проблему и можешь двигаться дальше, чтобы сделать что-то конструктивное в своей жизни. Но мы отказались. Так что я имею в виду, просто поразмышляй над этим. Пойди посиди часок в сауне и подумай о том, что это значит. Прежде чем сесть в сауну, ответь на один вопрос. А сейчас задай один вопрос. Это окончательный вывод. Ты думаешь, что Владимир Путин стремится к компромиссу? Такому компромиссу, как Ялта, Сайкс-Бика, Османская империя, несколько соглашений. Любое международное соглашение о разделении власти и влияния в мире с США. Запад, если есть кто-то, кто этого хочет, и администрация Байдена хочет напряженности, то после войны они захотят оказать на него давление, чтобы ослабить его экономику и ослабить его союз с Китаем. Это и есть то, к чему ты приходишь, исходя из своих выводов? Мои выводы зашифрованы. Я имею в виду, что я думал об этом уже пару лет. У меня есть совершенно новый набор данных, которыми я владею со всех сторон, и я не гений. Так что им потребуется некоторое время, чтобы понять, что я думаю. Но на данном этапе, четыре дня спустя, я бы сказал, что, во-первых, Ялтинское соглашение и соглашение Сайкса-Бика, это два худших соглашения, которые когда-либо заключались. Так что я надеюсь, чтобы из этого не вышло, оно не будет похоже на те. Но, во-первых, Путин хочет выйти из этой войны. Он не собирается становиться более открытым для переговоров, чем дольше это будет продолжаться. Одна из вещей, которую мы усвоили за последние два года, заключается в том, что промышленный потенциал России намного больше, чем мы думали. В России происходит съем Россию. В этой стране, которая, как нас уверяли, является заправочной станцией с ядерным оружием, довольно легко производить ракеты и артиллерийские снаряды. В то время как НАТО этого не делает. Так что нам стоит задуматься о том, что это значит, во-первых. Во-вторых, ни Запад, ни наши политики в Вашингтоне не тратят времени на размышления о том, какие цели здесь достижимы. Я лично слышал, как официальные лица правительства США говорят, ну что же, нам просто придется вернуть Крым Украине. Ну что же, тебе не обязательно быть специалистом по русскому языку. Этого не произойдет, разве что начнется ядерная война. На самом деле это безумие. Так что даже если ты говоришь что-то подобное, это показывает, что ты еще ребенок. Ты совсем не разбираешься в этой области, и у тебя нет реального представления о том, что возможно. И поэтому до тех пор, пока наши лидеры, и не только в США, но и в НАТО, и я действительно имею в виду Германию, не хотят тратить время на изучение того, что возможно. Как мы все равно ничего не добьемся. Ты думаешь, что между Байденом и Путиным существует большой разрыв в понимании философии истории? Ты видишь Путина, который изучал историю, и который очень глубоко в ней разбирается. И он выглядит так, будто прочитал тебе 30-минутную лекцию об истории Украины и ее взаимоотношениях с матерью России. Понимает ли Байден закон действия и противодействия, который движет такой страной, как Россия? Я не могу переоценить, насколько Джо Байден недееспособен. Это не нападение, это факт. И любой, кто говорит тебе обратное, лжет. Так что это не те решения, которые принимает Джо Байден. Но вокруг Байдена есть способные люди, и я их знаю. Чего им не хватает, так это какой-либо перспективы. Так что разговор с американским политиком об истории региона должен начинаться и заканчиваться разговором, конечно же, о Чемберлене, Чорчилле и Гитлере. И точка. Таким образом, исторический шаблон американского политика очень мал. На самом деле он только один. И это двухлетний период в конце 1930-х годов. И все основано на таком понимании истории и человеческой натуры. И это безумие. Так что на самом деле американские политики убедили себя в том, что Владимир Путин собирается захватить Польшу. И это не защита Путина. Я не собираюсь защищать Путина. Я не поклонник Путина, и я не подданный Путина. Я американец. Однако нет никаких доказательств того, что Путин заинтересован в расширении своих границ. Это самая большая страна в мире, и управлять ею очень сложно. Им не нужны природные ресурсы. В Польше нет ничего, что ему было бы нужно. Захватив Польшу, он ничего не выиграет, кроме новых неприятностей. Вот именно. Ты говоришь, что он собирается вторгнуться в Польшу. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Вот в чем суть. В том моменте интервью, когда ты спросил его, не так ли, готов ли ты вторгнуться в Польшу? Являешься ли ты экспансионистской державой? Экспансия, да, в Польше. Он сказал, что это произойдет только в том случае, если Польша начнет войну. Конечно. С Россией. Хорошо. Украина не начинала войну с Россией, а он вторгся в Украину. Почему ты не ответил на этот вопрос? Вообще-то я начал с этого вопроса. Но он угостил меня 35-минутным просмотром Екатерины Великой. Все в порядке. Вот и вся хитрость. Но нет, вопрос суда в том, почему он ввел свои войска в Восточную Украину. И я наблюдал за этим из невыгодного положения в Соединенных Штатах, и я наблюдал, как вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отправилась на Мюнхенскую конференцию по безопасности всего за несколько дней до этого, в феврале 2022 года, и сказать в публичной форме на пресс-конференции Зеленскому президенту Украины, «Мы хотим, чтобы вы вступили в НАТО», что является еще одним синонимом того, что мы планируем применить ядерное оружие против России. Они думают, что подбросили ему приманку. Ты что, шутишь? Конечно же, они так и сделали. И все остальные. И это просто говорит о том, насколько забит, ограничен и подвергнут цензуре американский медиа-ландшафт. Что я был единственным, кто сказал это. Ну что же, подожди секунду. Цель дипломатии — достичь мирного, взаимовыгодного, как мы надеемся, разрешения кризиса. Итак, если ты добровольно появляешься на Мюнхенской конференции по безопасности и говоришь, «Эй, Зеленский, почему бы тебе не позволить нам разместить ядерное оружие на границе с Россией? Ты готовишься к войне, потому что знаешь, что это красная линия. Потому что так сказал Путин. И любой, кто внимательно наблюдает за происходящим в этом районе, уже знает об этом». А теперь есть ли у тебя объяснение, разумное объяснение, почему многие твои коллеги и многие политики в мире высказываются так антивоенно и крайне негативно по поводу этого интервью? Одна из причин, по которой я считаю себя другим, заключается в том, что мне не нравится интернет, и я не видел никакой реакции на это. И я бы предположил, что я не самый популярный человек среди моих коллег в Соединенных Штатах. Я бы все равно не стал с ними ужинать, так что это не такая уж большая потеря. Но я не могу себе представить, какие у них могут быть мотивы. Я, конечно, поехал в Россию не для того, чтобы продвигать Владимира Путина. И если бы я, если бы это было моей целью, я бы так и сказал, потому что мне не стыдно. Я пошел, потому что чувствовал, что большинство американцев, от имени которых все это делается, на самом деле не знают, что происходит. И они ничего не знают о парне, с которым они якобы воюют, причем неофициально. И я просто почувствовал, что моя работа, если у меня вообще есть работа в этом мире, заключается в том, чтобы доносить информацию до людей, чтобы они могли принимать решения. И поэтому я хотел сделать как можно более длинное интервью с Владимиром Путиным, в котором было бы как можно больше разговоров Владимира Путина, а не мое хвастовство о том, какой я великий человек. Когда американский журналист брал интервью у кого-то вроде Владимира Путина, весь смысл интервью заключался в том, чтобы сказать, я хороший человек, а ты нет. И это интервью было адресовано его коллегам из отделов новостей в Соединенных Штатах. Я хороший человек. Почему ты такой плохой человек? Ты совершаешь геноцид? Все в порядке. Это не приносит результатов, и уж точно не входит в мои обязанности. Мне не безразлично, что думает обо мне Бог, что думает обо мне моя жена, и что думают обо мне мои четверо детей. И это все, что меня волнует. Так что мне не нужно доказывать, что я хороший человек. Я хочу послушать выступления Владимира Путина, чтобы люди в моей стране могли оценить происходящее. Вот и все. Я воспользуюсь услугами адвоката дьявола. Но не выступай в роли адвоката. Да, хорошо, я расскажу тебе. Тебе следует опротестовать правила собеседования, и ты станешь мастером в своем деле. Не мне читать тебе лекцию на эту тему, но ты должен оспорить некоторые идеи. Например, ты не говорил о свободе слова в России. Ты не говорил о Навальном об убийствах, об ограничениях для оппозиции на предстоящих выборах. Я не говорил о вещах, о которых говорят все остальные американские СМИ. Почему? Потому что они освещаются в прессе, а также потому, что я провел свою жизнь, общаясь с людьми, которые управляют странами в разных странах, и пришел к следующему выводу. Каждый лидер убивает людей, в том числе и мой лидер. Каждый лидер убивает людей. Некоторые убивают больше, чем другие. Лидерство требует убийства людей. Извини. Именно поэтому я не хотел бы быть лидером. В Соединенных Штатах повсеместно действуют ограничения в отношении прессы. Я знаю это, потому что сам пережил это. Я спросил своего бывшего, ты знаешь, у меня было много работ. Я занимаюсь этим уже 34 года и знаю, как это работает. В России цензуры больше, чем в Соединенных Штатах. Но в Соединенных Штатах ее очень много. Так что в какой-то момент люди могут сами решать, что им думать. Какие страны они считают лучшими, какие системы они считают лучшими. Я просто хочу знать, что он думает по этому поводу. В этом и был весь смысл. Да. Я был очень удивлен неуместным замечанием. Я не думаю, что в нем содержится что-либо из того, что вы можете назвать словами Джона Т.С. Или любезностями миссис Клинтон, когда она упомянула фразу о вас. Я не хочу это повторять. О, ты не обидишь мои чувства, не волнуйся. Все в порядке. Джентльмены, она сказала этому джентльмену, этому благородному джентльмену, что он играет роль А. Ты видишь это? Я этого не видел. Ты этого не видел? Она еще ребенок, я ее не слушаю. Как поживает Ливия? Нет, 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 нет. Все в порядке. Она сказала, что она полезная идиотка. И если ты посмотришь интервью, то это не имеет к делу никакого отношения. Он пытался получить информацию о том, каким видит мир Путин. И это именно то, что нам нужно знать, как думает этот человек. Либо ты считаешь его врагом, либо другом, либо диктатором, но ты не должен понимать, как думает этот человек. Сейчас же. Ты сформулировал это лучше, чем я мог бы. Ты только что описал мой мотив прямо здесь. Хорошо, сэр. Теперь вопрос в том, действительно ли это так, как говорят в Соединенных Штатах. И в этом заключается сила СМИ и то, как они становятся очень предвзятыми в таком глубоком государстве, как Америка. К чему мы движемся в рамках модели демократии в мире? Информация в средствах массовой информации в свободной стране является противовесом укоренившейся власти, не только государственной власти, но и экономической власти бизнеса. В моей стране, согласно Конституции, она призвана служить противовесом этому. Так что если источники информации, средства массовой информации согласуются с укоренившейся властью, то у вас есть бесправное население, и это тоталитарно. И Соединенные Штаты очень быстро движутся именно в этом направлении. И я действительно считаю, что технологии способствуют этому прогрессу, особенно машинное обучение. Так что если бы речь шла о демократии, это был бы опасный момент, а предпосылкой демократии является информация, позволяющая электрикам принимать решение и кого выбрать. Если у тебя нет доступа к информации, значит у тебя нет демократии. И мы находимся в какой-то странной спирали, где наши лидеры все больше читают нам лекции о демократии и о том, насколько она священна, даже когда они душат ее, душат до смерти. И поэтому я думаю, что люди, которые предоставляют информацию, доводят факты до сведения общественности, должны сыграть решающую роль. И прямо сейчас это очень сложно. Я не сталкиваюсь ни с чем великим. Я не собираюсь выставлять себя героем. Я, конечно, совсем не герой. Но я действительно думаю, что делать это все труднее и труднее. И это означает, что на нас лежит большая ответственность за это. Сэр, есть ли у вас какое-нибудь объяснение тому, что до этого момента, с тех пор, как произошли события в Газе, до сих пор никто не вышел и не сказал? Каким образом Соединенные Штаты Америки накладывают вето на прекращение огня? Как может страна наложить вето, чтобы не продолжать войну? Как кто-то снова останавливает войну? На данный момент Соединенные Штаты являются самой могущественной страной в мировой истории. Так что если бы ты сформулировал это в терминах, с которыми мы все знакомы, а это самые основные термины, термины семьи, Соединенные Штаты были бы папой, не так ли быть отцом? Священный долг Отца – защищать свою семью и восстанавливать мир в своих стенах. Итак, если я прихожу домой с четырьмя детьми, если я прихожу с работы, а двое из моих детей дерутся, что я делаю в первую очередь? Даже до того, как я пойму, почему они ссорятся, до того, как я соберу факты и пойму, что происходит? Я. Остановка. Я прекращаю ссориться. Да. Так что если я приду домой и увижу, что двое моих детей ссорятся, и я скажу «давай, давай, выбей из них все дерьмо». Я злой, потому что нарушил самый главный долг Отцовства, который заключается в том, чтобы принести мир. Потому что у меня есть власть. Я единственный, кто может принести мир. И поэтому, если вы видите, что нация, обладающая огромной властью, подстрекает к войне ради нее самой, то у вас есть руководство, которое не имеет морального авторитета и является незаконным. И я тоже это имею в виду. И я даже не имею в виду какой-то конкретный регион или конфликт. Я имею в виду в целом. И я глубоко оскорблен этим, очень глубоко. И это то, что я пытаюсь выразить, и за эти слова меня часто называют предателем. Все как раз наоборот. Я так и говорю. Я говорю это, потому что верю в Соединенные Штаты. Я думаю, что в этом есть мораль. Это была страна с высоким моральным уровнем. И если мы позволяем нашим лидерам использовать нашу власть для распространения разрушений ради них самих, то это позор. Это бинарная система. Это черно-белое. Это число 101. Ты либо создаешь, либо разрушаешь. Ты либо совершенствуешься, либо деградируешь. Именно так ты узнаешь, хорошо это или плохо, добродетельно это или порочно. Если ты просто будешь судить о плодах по их плодам, то поймешь это. И я очень огорчен и обеспокоен тем, что мы вступаем в эпоху, когда эта потрясающая сила добра вместо этого используется во зло. Два коротких вопроса, потому что у меня не хватило времени. Первый вопрос заключается в том, что сейчас на американских выборах у нас есть вероятность, либо это Байден и Трамп, либо Байден и кто-то еще, кроме Трампа, либо не Байден и не Трамп. И обстоятельства или судьба сводят нас с двумя разными людьми, представляющими республиканцев или демократов? Как ты думаешь, чего мы достигнем к наступающему 19 ноября? Кто будет руководить шоу? Я еще не решил. Честно говоря, я не имею ни малейшего представления. Но я думаю, что в нашей политической сфере грядет нестабильность. Хотя очевидно, что она есть, потому что... Ты мне понравился, когда сказал, что у меня нет ни малейшего представления. У тебя хватает смелости сказать, что ты не знаешь. Сегодня утром ты рассказывал мне, что одна из вещей, которая тебе здесь очень нравится, это наш президент-шейх Мухаммад бен Зайт. Да, благословит его Господь. Когда ты задаешь ему вопрос, если у него нет ответа, чтобы сказать мне, на самом деле я не знаю ответа об этом вопросе. Я никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то руководил чем-либо, будь то страна, компания или футбольная команда, за всю свою жизнь, проводя собеседование с людьми. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них сказал, знаете, я не знаю ответа. Это очень сложно. Я еще не разобрался в этом. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. И для меня это чистый признак мудрости. Потому что мудрость вырастает из смирения. Мудрость вырастает из осознания того, что ты не бог. У нас в Соединенных Штатах был период, когда мы как бы спорили о том, какие религии хорошие, а какие плохие. Я выскажу тебе свою точку зрения на этот счет. И это твердая точка зрения. Это искренняя точка зрения. Я делю мир не на мусульман, иудеев, христиан или буддистов. Я делю мир на людей, которые верят в своего Бога и тех, кто знает, что это не так. И единственные люди, которым я доверяю, относятся ко второй категории, потому что это начало мудрости. Когда ты знаешь, что ты не бог, что ты не можешь повлиять на все изменения, которые хочешь, что ты не можешь предвидеть будущее, что ты не всемогущ, тогда у тебя гораздо больше шансов принимать правильные решения, мудрые, гуманные решения. В отличие от этого, когда ты веришь, что у тебя есть сила влиять на мир и других людей, как мы слышали сегодня утром в ходе биохакинга. Когда ты думаешь, что можешь сделать человека лучше с помощью технологии, ты очень опасен, потому что не понимаешь своих собственных пределов. И, по моему мнению, из-за твоих ложных убеждений погибнет много людей. Кстати, мистер Карлсон, большое тебе спасибо за то, что ты дал нам шанс прийти сюда в первый раз после твоего замечательного интервью, чтобы поговорить с миром через эту трибуну. И эта страна, и мой скромный сын. Спасибо вам, сэр. Спасибо, что пригласили меня.